Катманду делится на три города. Современный Катманду, Бхатпур и Патан, в котором мы сейчас находимся. Старое название Патана – Лалитпур, что означает «город прекрасного». Это одно из древнейших поселений в долине Катманду. Здесь еще в III веке до н.э. Ашука поставил несколько стул. Основанный на этом месте в VII веке Патан был столицей Непала до 1768 года. На Королевской площади стоит высокая колонна Йоганарендры-Маллы. Это король Неварской династии, в эпоху которой с XIV по XVIII век Патан процветал. Современный облик города почти не изменился с тех пор. На площади Дурба расположен бывший королевский дворец и много древних буддийских и индуистских храмов. Один из красивейших – Кришна-мандир, воздвинутый из камня в XVII веке. Кришна – инкарнация бога Вишну. По этой причине перед храмом на вершине колонны восседает Гаруда, спутник и верный слуга Вишну. А каменная резьба вдоль балок над колоннами излагает события, описанные в Рамаяне и Махабхарате. Раз в год возле этого храма проводится фестиваль, посвященный Кришне. Мы возле королевского дворца, на крыше которой расположился Хануман. В этом портике из окна король мог обращаться к своим подданным. Это один из трех королевских дворов. При дворце есть храм Таледжи, а вход охраняют два воина на слонах. Патан – очень необычный город. Тут переплелись разные столетия, разные обычаи, разные верования и традиции. Махабодхи – чисто буддийская святыня, посвященная земному пути Будды. А вот в Золотом монастыре, который находится чуть в стороне от Дурбара, переплелись и индуизм, и буддизм. Это своеобразный символ толерантного отношения ко всем религиям. В Золотом монастыре есть свои запреты. Храм запрещено заходить в одежде или обуви из кожи. Дело в том, что древние буддисты были противниками убийства животных. Правда, сейчас мясо едят даже тибетские ламы, но запрет остался. Стены монастыря из золоченой бронзы украшены старинными художественными росписями, уникальными драгоценными камнями. Очень интересно, что в буддийском храме соблюдаются индуистские религиозные обычаи. Немного в стороне от площади Дурбар находится старинный буддийский комплекс. Но некоторые построения вокруг и статуя Будды вполне современные. Построены всего 10 лет назад. В принципе, все члены общины живут здесь же, в домах на площади. А мы направляемся в третий город долины Катманду – Хак-Тапур.